Лето у молодежи чаще всего ассоциируется с каникулами, солнцем, пляжем, свежим воздухом. Но некоторые даже каникулы привыкли начинать с лекций и мастер-классов. Причем умудряются все это успешно сочетать. Уже шестой год такой формат практикуют на молодежном образовательном форуме Молгород. Форум на берегу Волги вновь собрал около тысячи участников, гостей и экспертов. Здесь по кирпичикам складывается настоящий муниципалитет. Есть жители, есть быт и светские мероприятия, есть возможность заниматься спортом. Но главное, есть чему и у кого поучиться. И что не менее важно, создает его та же молодежь. Ксения Николаева не пропустила ни одного Молгорода. Была и участником, и гостем, а последние два года координирует культурную программу. Пять дней, каждый вечер она с командой отвечает за хорошее настроение жильцов молодежного города. А это дело непростое. Но это доставляет мне очень неописуемые эмоции, удовольствия от того, что я делаю. Потому что я это делаю для общества, для таких же, как и я, активистов, общественников. Я живу Молгородом. Начало лета – это обязательно Молгород. Знания, полученные на Молгороде, найдут практическое применение. В этом году на форуме участники получат уникальную возможность разработать свои предложения к концепции развития города Чепоксары и празднования 550-летия столицы. Да и уже который год форум становится стартовой площадкой для новых проектов. Они уже готовы к определенным решениям для своей будущей жизни. Это очень важно. То есть, вот я сейчас пообщался там, кто-то уже на конкурсе собирается победить. А за этим наблюдают работодатели. И у этих людей, у молодых, юношей, девушек, кто участвует, они уже на примете у предпринимателей, у наших работодателей, у органов власти, как у работодателей. И у них уже карьера в будущем открывается. Территория базы отдыха «Буревестник» в дни проведения форума преобразилась. На каждом шагу встречаются новые арт-объекты. Даже делегации украсили свои лагеря по-особенному. А все потому, что впервые был объявлен конкурс на лучшее оформление места проживания делегации. Призовой фонд – 30 тысяч рублей. Вот тут два картинга выставлено. Они говорят о том, что наши студенты занимаются машинами. У нас, собственно, автоклуб. Они делают машины и идут, выступают на гонках. Баннеры, безопасность дорожного движения, автопробег. Выделяют те мероприятия, которыми мы занимаемся, проектами. Знаки дорожного движения вывесили. Но это все такие мелочи, которые подчеркивают наш ВУЗ. К своему шестилетию, мол, город расцвел в буквальном смысле. Можно сказать, стал прототипом того, как расцветут чебоксары к своему 550-летию. Анастасия Алексеева, Антон Вовк, Республика.